МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, в этом году у нас маленький такой юбилей, 15 лет, 15-й сезон мы заканчиваем, потому что живем мы все-таки сезонами, как бы нам ни говорили, но вот 15-й сезон, мы существуем на этой земле, летим над ней. Ну, и это, конечно, очень важно для нас, для всех, хотя в этом году юбилей не справляем. Ну, несмотря на то, что юбилей вы не справляете, но спектакли выходят регулярно, хоть и в режиме онлайн. Все ваши зрители, все ваши почитатели могут, в общем-то, не оторваны от театральной жизни. Да, мы, конечно, сами себе сделали, в общем-то, подарок, и, естественно, нашим зрителям. И решили в этом году, в честь 15-летия, мы, правда, хотели это сделать, ну, в режиме таком реальном, да, но не отказались и от режима виртуального. И подготовили в записях наши спектакли практически все, и вот периодически их показываем. Вот сейчас уже приближаемся к 9 мая, поэтому начинаются серии наших военных спектаклей. А до этого это был и Мольер, и Федот Стрелец, и Золушка, и Клочки по закоулочкам. То есть весь наш набор, который радовал зрителей на протяжении этих 15 лет. Ну, вообще, сейчас сложилась такая неординарная ситуация. Все мы впервые сталкиваемся с той или иной проблемой. Что говорят ваши зрители? Насколько действительно для них это как глоток свежего воздуха? Спектакли, пусть и в онлайн-формате. Зрители очень радуются, причем радуются не только спектаклем, но и читкам, которые мы сейчас стали выкладывать. Мы подумали, что интересно будет нашему зрителю посмотреть, как рождается спектакль. В частности, с подростками нашими у нас есть новая затея, называется «Городские сказки». Он еще только рождается, этот спектакль. И идут читки отдельных сюжетиков, которые обрамятся потом в общую конву. Но само по себе это оказалось достаточно увлекательное зрелище. С взрослым составом театра, ведь у нас «Пережные мудрецы» появилась группа. Это наше активное долголетие. И со всеми пожилыми людьми мы читаем Чехова, причем юмористические рассказы Антоши Чеханте. Это тоже выкладываем в режиме таком онлайн. Это тоже оказалось очень интересно. Причем наши мудрецы надевают красивые платья, подбирают какой-то антураж, садятся возле торшера, читают Чехов и представляют себя, наверное, в этой эпохе. И это безумно интересно. То есть подростки, с одной стороны, представляют нам современную литературу и современное философское прочтение городской сказки. То есть это такие мысли молодого человека вслух, его чаяния, проблемы, может быть, чудные немножечко, какие-то видения, которые превращают этот мир в какой-то такой сказочный, нереальный, но при этом абсолютно реальный с точки зрения подростка. А с другой стороны, классика жанра из уст взрослых. Ну и, конечно, основная труппа поет и пляшет, поэтому продолжаются наши спектакли. Как сейчас вы репетируете? Как для вас, как для режиссера, который всегда привык работать, вот контакт-контакт, да, глядя в глаза? Это очень забавно порой. Значит, понятно, что репетиции проходят тоже в онлайн-режиме. Это такая видеосвязь, конференции. И когда начинается работа с персонажем, это, конечно, выглядит приблизительно так, что, значит, кто-то ребят там пытаются экономить интернет-ресурс, выключают видео, да, значит, ну, чтобы почетче была связь вот эта. Значит, я начинаю кричать, что мне срочно надо видеть глаза, нужно понимать, что ты делаешь. Вот. Значит, я там трогаю руками экран. Говорю, ну вот ты вот тут-то, вот тут вот что-то такое. То есть мне, конечно, это отдельно нужно снимать. Вот у меня домашние просто все умирают, потому что, конечно, это несказанная какая-то вещь. Но я хочу сказать, что я очень устаю от этих видеоконференций. То есть вот... Выматывает больше, да? Да. То есть ресурсы, несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, все перешло на онлайн, все находятся дома, в режиме самоизоляции, да, но работы вот с кем не разговариваешь, действительно, вот по ощущениям как будто стало, да, сложнее. Да, очень тяжело, потому что вот, ну, что грехотаете? У нас, например, суббота, вот основная репетиция. Репетиция проходит с 11 утра до 22 вечера, с двумя небольшими перерывами. Я, конечно, в 22 уже чувствую усталость, незначительную чувствую усталость. Ну, вы понимаете, какой это, да, рабочий репетиционный день. Один спектакль, другой, индивидуальная работа. Вот успеваешь только там к фику где-то попить и все. Но, тем не менее, ты же, когда работаешь с актером, ты в него вкладываешь, а он тебе отдает. То есть мы обмениваемся энергетикой. А здесь получается, ты работаешь в пустоту, в этот экран, и ты весь опустошаешься, да, в течение этого часа. И с той стороны тоже актер, он пуляет, пуляет эти эмоции, а партнер-то обратно ему ничего не дает, и поэтому встаешь очень сильно. Я даже не знаю, может быть, даже не потому, что там глаза усдают, еще что-то. Вот этот контакт. Вот почему театр – это уникальное явление, и, в общем-то, он никогда не умрет. Делали какие-то прогнозы там и 20 лет назад, и 30 лет назад, что телевидение как бы поглотит все. Нет, не поглотит. Потому что зритель, который приходит в зрительный зал, он, выходя, обязательно приобретает. А актер, который весь вроде выкладывается в своем режиме, он вот момент аплодисментов, момент вдоха, момент улыбки, момент смеха, то есть зал ему отдает эту энергию. Поэтому вот этот вот обмен энергии, он дает силы и вот эту энергию для жизни как зрителю, так и актеру. Мы, конечно, без этого очень страдаем. Особенно мы очень хотим обниматься, целоваться. Мы это так любим. Вот этот вот контакт, ребята, привет. А сейчас социальная дистанция. Да, это просто, это, конечно, что-то. Но, но, я хочу сказать, что, понимаете, нет худа без добра. В любой ситуации человек получает главное. Человек получает знания, да, которые неоспоримо, как бы самое важное в жизни, что мы имеем. Но сейчас как раз в то время, когда есть возможность заняться тем, что ты все время откладывал на потом, на завтра. Может быть, углубиться в какие-то моменты более детально. Может быть, углубиться, освоить какое-то новое пространство. Хочу сказать, что мы, вот изобретая, чтобы сделать интересного для зрителя, понятно, что спектакль, это ясно, да, там ребята монтажом занимаются. У монтажёров сейчас наша киностудия работа стала в сто раз больше, потому что так они занимались там, ну, поснимали, небольшое как бы видео сделали, да, сейчас они собирают вот из материала, который не специально был снят, хороший фильм. Это тоже непростые концертные программы. А вот люди, которые оказались в домашних условиях, они всё думают, как бы, чтобы о них не забыли. И начинаются вот эти интересные придумки. И вот эти интересные придумки, и уроков, и поделиться своим опытом, и почитать что-то, и спеть что-то, я думаю, что они потом останутся. То есть они, конечно, не будут превалировать над общением каким-то. Но, тем не менее, это приобретение нового опыта. Вот не говоря уже о том, что я тоже достаточно легко научилась, понимаете, проводить вот эти онлайн-конференции. И про себя подумала, боже мой, какое счастье. Вот это единственное, прям, вот я прям обрадовалась. Ну, кстати, это экономия времени. Не нужно никуда ехать, не нужно собираться, кого-то ждать. Можно быть в пути и принимать участие в конференции. Я хочу сказать, что я никогда не могу нормально собрать педагогов всех вместе, потому что все же работают по графику. Назначаешь любой день, любое время. Хоть у кого-то в это время занятия. То ли их надо отменять, когда важно какое-то совещание, то ли что делать. Значит, кто-то там, кто-то сям. У кого-то этот день выходной, у кого-то этот рабочий. А онлайн-конференция, пожалуйста, срочный вопрос, который нужно рассказать. Не надо именно, что людей отрывать. Пожалуйста, дозировано на 15 минут, на 20 собрал народ, быстро поговорил, задание дал, все это приняли к сведению и дальше решили. Поэтому я говорю, что нет худа без добра, просто в каждой ситуации нужно иметь возможность находить что-то такое интересное. Ну, а потом, в общем-то, ну, как бы сказать, конечно, лучше, чтобы этой ситуации не было. Чтобы мы жили в нормальном мире и чтобы не было таких серьезных потрясений. Но с другой стороны, знаете, как вот ребенка учат. Ведь ты должен представлять себе, что ты будешь делать, если ты один остался в лесу. Вот как ты будешь выживать, да? То есть какие-то уроки элементарные должны быть у тебя в голове. Так и здесь. Вот случилось это. Я каждый раз говорю, ребят, а вот может случиться другая ситуация. Вот накрылась полностью интернет-сеть. Сейчас мы все сидим в сети, да? Что делать? Что-то же надо тоже придумать, да? Как развести костер в лесу. И здесь начинают работать мозги. А эта вещь очень важная. Вот. И чем больше они работают, тем блудотворнее становится труд наш. Ну, и как бы тем меньше мы стареем, будто тем дольше мы остаемся молодыми. Ольга Николаевна, это юбилейный для вас сезон. Все-таки есть ли планы как-то отпраздновать 15-летие театра и подготовить подарок для своих зрителей. Уже когда будут сняты все ограничения? Да. У нас есть такая идея. Сейчас очень сложно делать планы как таковые, да? Но, тем не менее, мы сейчас начинаем уже активную подготовку к Новому году. Для людей, скажем, далеких от культуры. Это странное такое сейчас мое заявление, что, значит, апрель заканчивается, мы про Новый год говорим. Мы про Новый год начали говорить сразу в январе, честно говоря, закончив один сезон. В этом году у нас грандиозные планы. Мы бы хотели показать очень большой спектакль. Не знаем, насколько мы сейчас сумеем это реализовать, потому что от многих параметров это зависит. Но у нас есть задача, поставленная округом, показать новые спектакли на стадионах. Это в Звенигороде и здесь, в нашем волейбольном. Именно стадионного плана, как в Лужниках показываются спектакли. И мы сейчас специально пишем сценарий, новую совершенно сказку, которая, естественно, будет существовать только в нашем округе. И только объехав наш округ, потом будет показано где-то в другом масштабе. Но новые там идеи по поводу оформления, потому что нам нужно сделать что-то очень эффектное, но при этом с минимумом разбирающихся, собирающихся декораций. Потому что это хлопотно, это нужно перевозить, это нужно хранить. Поэтому есть там у нас идейка. Тем более, что последняя сказка, которую мы везде показывали, она у нас такая симбиоз мультфильма, фильма и драматического спектакля. Это первое. Второе. Мы, конечно же, как только снимут вот этот ужасное состояние этого, ну, не карантина, да, самоизоляции, нам бы очень хотелось показать, сделать такой забег. Мы это делали на пятилетие нашего театра, на десятилетие нашего театра. А мы бы хотели неделю попоказывать наши разные спектакли. Это сложная задача, но, тем не менее, мы к ней готовы. То есть мы хотели показать новые спектакли, которые вышли в этом сезоне, в этом году. Это 12, это с любимыми не расставайтесь. Хотели вспомнить наши клоунады. Мы сейчас начинаем их восстанавливать, потому что давно их не играли. Наши такие известные, которые получили лауреатские премии везде и всюду. Потому что это будут совершенно обновленные составы. Это, конечно же, Мольер, это, конечно же, наши военные спектакли. Жестокие игры мы хотим показать уже с подростками, потому что у нас подростки наши подросли. И сейчас мы начинаем читку уже совершенно новыми лицами. Грустят немножко взрослые артисты, потому что им приходится двигаться чуть-чуть. Но для них тоже остаются роли в этом спектакле. То есть тот спектакль, с которого мы начинали. Поэтому вот такой марафон спектаклей, когда нам было 5 лет, у нас было всего в репертуаре 5 спектаклей. И мы их показали в течение недели. Когда нам было 10 лет, мы показывали 12 спектаклей в течение двух недель. Но сейчас у нас 25 спектаклей. Пока не знаем, как мы осуществим. Но можно целый месяц. Вот так. Главное выжить. Устроить марафон. Главное выжить. Да, ну если бы у нас были еще там рабочие сцены, которые монтируют, демонтируют один спектакль и другой. Вот то, что здесь очень сложный спектакль с декорациями, в частности. Вот нам немножко обидно, потому что мы как раз готовили Мольера. Да, и у нас там же шикарные декорации сделаны. Мы заказывали на Таганке их в мастерской. Мы собрали уже декорацию. Она у нас там бедная стоит на сцене. Красивая, одинокая. Вот подготовили все костюмы. И попали в эту ситуацию. Но ничего страшного. Зрители наши уже дважды посмотрели Мольера в записи. Вот. И я надеюсь, что, ну, может быть, сентябрь мы вот так вот про себя сейчас думаем, что сентябрь откроется как раз Мольером. Декорации не будем разбирать, пусть стоит на сцене. Пусть ждут своего зрителя. Да, пусть ждут своего зрителя. Ольга Николаевна, я сейчас подумала, что, в общем-то, все эти 15 лет мы были рядом с вами. И спасибо за то, что вы были у нас. Все ваши премьеры. Мы получали всегда приглашение. И наши телезрители одними из первых могли видеть то, как рождались все эти спектакли, все эти работы. И, собственно, и побывать на премьере в том числе. Поэтому от лица всего телеканала мы вас тоже поздравляем с 15-летием. Честно, время пролетело незаметно. Да, это правда. Как будто бы вчера была премьера жестоких игр в нашем университете. Этот занавес. Да, да. Две шторки. Две шторки. А я хочу сказать, что мы, с другой стороны, тоже видим становление Одинцовского телевидения, потому что все начиналось тоже так, в общем-то, достаточно забавно, тоже в стенах университета. Потом это все разрасталось. Сейчас вот вы, Маш, как бы в новом совершенно амплуа. Нам это очень приятно, что Одинцовское телевидение всегда нас не подводило, и всегда было с нами. И всегда нам помогало, потому что, особенно в первое время, нам так нужен был, была реклама, пиар, дополнительная какая-то поддержка. Это всегда было. Поэтому спасибо вам, что вы были вместе с нами. Спасибо, что мы есть друг у друга. Ольга Николаевна, ну, сегодня в нашей программе мы, конечно, не можем не коснуться темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, потому что для вас это всегда очень личная такая тема, и боль, ну, можно сказать это так. Сейчас будет проходить 9 мая нестандартно, не как всегда, но, тем не менее, ваши артисты готовы, колеса начищены, машины тоже заряжены. В общем-то, будут ли рады, будете ли вы в этом году радовать ветеранов своей знаменитой агитбригадой, поедет ли ваша машина 9 мая по округу? Да, в этом году действительно, как бы, все мы очень переживаем. Мы все давно готовились к 75-летию, хотелось очень это, 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 и много всего было на свете, но я думаю, что год не заканчивается, и мы еще в состоянии будем реализовать все свои сумасшедшие совершенно проекты, связанные с вот, действительно, вот 75-летием Победы нашего народа. Но, конечно, мы с удовольствием, как только глава сказал, что все-таки, да, в таком минимальном размере агитбригады смогут поучаствовать в 9 мая, мы жутко обрадовались, несмотря на то, что страшновато, есть какие-то риски, вот, но артисты всегда были на передовой, да, мы не даром, знаете, так символично, мы же взмах крыла заканчивали, как раз говорили про агитбригады, да, и тут же в этот день объявили вот эту самоизоляцию, вот мы прямо действительно в волейбольном проводили уже, это был последний день. Финальное массовое мероприятие. Финальное массовое мероприятие, да, это было финальное массовое мероприятие, оно было вот посвящено войне, агитбригадам, вот, какой-то такой символический момент. В этом году просто агитбригады будут немножечко меньше, скромнее, потому что наша задача все-таки не собрать людей ни в коем случае, да, а дать возможность людям почувствовать тепло, заботу главы нашего округа и округа вообще, и наших артистов. Желание поздравить из всех, чтобы они из окон, с балконов, да, многоэтажек посмотрели, да, и, ну, просто почувствовали вот это вот отношение к ним. И, конечно, наша задача проехать в те дворы, где живут наши ветераны. Их осталось очень немного, реальных ветеранов войны. Мы хотим их адресно поздравить. Это услышат их родные, близкие, и сами ветераны, да, смогут посмотреть тоже. Конечно же, в репертуаре знаменитые песни. Да, конечно, конечно, конечно. И без них просто не обойтись. И каждый, знаете, каждый год мы придумываем новые же, вот немножко обновленные агитбригады. В этом году мы сделали, кстати, агитбригаду, посвященную Севастополю, очень большую новую программу. Но мы пока ее не сможем реализовать. Может быть, в сентябре мы ее реализуем. Но когда стали выбирать песни, все-таки подумали, ну, как можно в День Победы обойтись без песни «День Победы». Никак нельзя. Надо ее спеть всем вместе. Как не спеть песню, посвященную офицерам, да, героям былых времен. Ее надо спеть. Как не спеть какую-то веселую песню, типа «Катюша», «Смуглянки». Как же «Катюша», «Катюша». Конечно. Поэтому, естественно, знаете, вот все это нужно делать. Мы, правда, придумали очень, нашли очень интересные песни военных лет. Такие, знаете, песни-анекдоты, которые были написаны про фрица, про фашистскую Германию. Вот. Они очень такие оригинальные. Мы их подготовили. Но я думаю, что будет не поздно спеть их в сентябре, когда будем праздновать окончание Второй мировой войны. Я думаю, что тогда вот можно будет развернуться в большом масштабе. И впереди, опять же, у нас за нами Москва. Это Иславская. Вот. Куда нас уже зовут. И я думаю, что мы тоже туда поедем. Ну, а сейчас мы готовим маленькие бригадки. Вот так бы я назвала. То у нас бригадище, да, там с танцами, с песнями. То есть 25 человек обычно выезжает. Вот. Наверное, в этом году будет не КАМАЗ, потому что он очень немобилен. И он очень долго будет ездить по дворам. Наша задача – как можно больше места проехать. Вот. Наверное, это будут какие-то небольшие машины. Но качество от этого не пострадает. Я думаю, что мы сумеем передать любовь людям. И задать настроение. Да, настроение. Все очень переживают, как это будет. Да, ну и сказать всем, что, ребят, что, слушайте, ну, правда, народ, который победил во время Великой Отечественной войны, точно справится с пандемией. Ну, точно. То есть нам ничего не страшно. Главное – быть вместе. Главное – любить друг друга, уважать. И понимать, что все трудности, даже вот такие, как это сейчас, вот какого-то такого мирового масштаба, они временные. За ним будет все равно какая-то спокойная, нормальная, мирная жизнь. И вот сейчас как раз есть возможность понять, чего ты стоишь вообще. И пойдут ли с тобой в разведку, как я обычно говорю. Или ты в кустах сидишь, да, или все-таки ты слышишь, слушаешь, предпринимаешь, да, и что-то такое делаешь на благо общества и на благо твоего родного округа. Спасибо, Ольга Николаевна, что были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, берегите себя и смотрите телеканал Одинцова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok